Вот по этой тропинке мы с ребенком ходили в бассейн. Неплохой такой частный бассейн. Идем мы в этот раз, и вдруг я вижу, что на месте этого бассейна такая вот радость. Все, как дети любят, шариками. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. А где здесь бассейн у вас? А где у вас бассейн? У нас на улице. Детского учреждения нет давно, зато есть елочка, снегурочка и полный недетский ассортимент. Разливось это море умышленно, повторюсь, на месте детского бассейна. Ничего незаконного. Старые хозяева съехали, пришли новые. В многоэтажке, опять же, не запрещено, значит, разрешено. Рядом со школой и детским садом, и здесь нарушений нет, расстояние позволяет. И строящимся садиком. А вот тут вопрос к руководству заведения. Магазин, где продают алкоголь, можно открыть не ближе 40 метров от социального объекта. Мне кажется, это совсем не место. Здесь рядом школа и детский садик, наверное, скоро будет открыт. Ответ мы смогли получить лишь в форме сообщения в мессенджере. Лексика, как говорят в таких случаях, сохранена. В данный момент никаких дошкольных лицензированных учреждений с нами не располагается. Уточнить деятельность строящихся объектов и их лицензирование вы можете в компетентных органах. Мы действительно не видим смысла обсуждать закрытие или открытие каких-либо организаций вблизи с нашими магазинами. Суть проблемы непонятна. В компетентных так в компетентных. Идем в администрацию и выясняем, что рычагов воздействия у муниципальных властей на продавцов пива нет. Федеральным законом установлено, администрация города не вмешивается в процесс регулирования предпринимательской деятельности. Другими словами, снял или купил помещение, волен открыть в нем все, что угодно. Нужно лишь уведомить администрацию. Что же касается строящегося садика. Как только объект откроется, мы будем понимать, что наши полномочия правомерны. Мы примем все действия для того, чтобы обеспечить действующее законодательство. Иначе говоря, если откроют действительно садик, пивной могут закрыть. А могут и нет. Будем следить. Не нравится пивное соседство уже много лет и жителям этого дома. У нас маленький ребенок. Естественно, пьяные люди не могут тихо разговаривать. С хозяином пивнушки, который открыл свою точку недалеко от школы и языкового центра, жители борются уже несколько лет. Поговаривают уж не депутат ли хозяин. Под окнами тем временем уже привычно дерутся, кричат и даже умирают. А многочисленные суды результатов не дают. Нарушений все нет. Вокруг разборки проходят, пьяные разборки, до драк доходит. Все это шумно. Только в трех домах этого района мы насчитали 9 пивнушек. Это не учитывая то, что алкоголь продают и в продовольственных магазинах. С начала года на первых этажах Барнаульских домов открылась 81 пивная. Всего же заведений с названием бар, кафе и прочими вывесками в краевой столице уже около 700. А вот бассейна для малышей до года в этом районе теперь нет. Зато есть статистика. Больных пивным алкоголизмом на Алтае 28 тысяч. И цифра выше, чем в среднем по России. Причем большая часть сильные и здоровые папы или будущие папы, чьи дети могли бы пойти все в тот же бассейн. Впрочем, Новый год не время для морали. Должны же хоть чьи-то мечты сбываться. Если б было море пива, я б дельфином стал красивым. Если б было море водки, стал бы я подводной лодкой. Евгения Даровская, Андрей Печоркин и Алексей Фризин. Наши новости.